Жадуга Записывала кружок в стиле честнавания Восхищаюсь тем в ботаническом саду Девчонки, привет-привет, добро пожаловать в мой активный влог Здесь будет как идея свидания, так и встречи с подружками Красная площадь, съемка контента В общем, много всего интересного Забежала с подругой в центральный детский мир И мы пришли в отдел Гарри Поттера Для меня это, конечно, рай, в котором я, наверное, уже в пятый раз И знаю, что здесь, на какой полке лежит И я не знаю, сколько раз я Гарри Поттера смотрела Как раз подруга, в которой я пришла бы со мной близко Она никогда не смотрела Я ей сколько раз не скажу Ну, типа, мне кажется, доходит И так, типа, что это такое Тут еще музыка играет, такие мелодии Не знаю, как бы просто невероятно Вот всякие игры Тут есть, кстати, фантастические твари Пушок, смотрите Спокойно Кстати, я буквально вчера перед сном Видела видео, мемчик Что Гарри не мог поймать письма Очень много писем летело Он не поймал ни одно Ну, там, поймал одно Спустя, не знаю, сотни Одно из миллиона И в итоге выбрали его как ловца лучшего Тоже посмеялась, что такая подборка видео была Вот, так что Прикольно здесь Мне просто атмосферно находиться Я и детство вспоминаю И, не знаю, каждый Новый год Как будто, потому что мы с Носибу постоянно пересматриваем Для меня это какая-то вечная традиция Мне кажется, даже мои дети Потом тоже Гарри Поттера будут смотреть Даже карандашки есть Конечно, это все на маркетплейсах есть Но здесь какая-то особая атмосфера Когда всего очень много и можно потрогать Книгу рецепта Гарри Поттера Сливочное пиво будем варить Смотрите, это адвент календари с Гарри Поттером Я в шоке, смотрите Ну, мне, конечно, это надо Но одновременно понимаю, что не надо За 6 тысяч Вот тут какое наполнение Но все равно прикольно Мне кажется, не знаю, фанатам Это прям идеально Вот тут на замочке что-то обалдеть Тоже в этот календарь 24 написано Вот такой здесь мир Это центральный детский мир на Луганке Субтитры создавал DimaTorzok Полина, с медом Как ты ненавидишь А вот и классная идея свидания Причем домашнего и очень бюджетного Мы расстелили пергамент на наш журнальный столик Можно сделать это просто на кухне За обычным столом И начали рисовать помастерами, маркерами У нас не было, правда, толстого черного Как бы хотелось Но мы все изрисовали Можно это делать под фильм, под музыку Получилось чудесно и романтично Я приехала с Носибум на выставку И который раз я говорю, как я счастлива Что я могу куда-то ходить, гулять в будни Потому что у меня так график выстроен Потому что, вы посмотрите, просто никого здесь нет Хотя это бесплатное место в центре Куда часто заходят Погреться зимой, пофоткаться Блогеры приезжают Поэтому я просто очень счастливый человек Что выстраиваю свою жизнь так, как когда-то Я мечтала, и мне казалось, это недосягаемо Вот такой график, такая работа Зовет, зовет меня Смотрите Подзывает Заходим внутрь В кукольный домик Ого Это фото зона Носи фото Стой, стой Стой так Смотрите, как он выгнал Из-за того, что это не совсем зеркала А такие, знаете, мягкие полотна Я боюсь потрогать И не хочу Но вот здесь еще более-менее Смотрите, зовет меня снова Но вот тут изображение немножко искажается И оно мутное И я каждый раз думаю, что мне камеру нужно протереть Хотя дело в зеркалах здесь Ну что там увидел Просто Я вам про зеркала рассказывала Он шел, лучше у меня зеркала показать В которых я мутнее Мне сегодня нравится мой аутфит Немножко воротник Как-то не подходит сюда под пиджак И вообще он как-то складывается Но копта очень классная Это из Юникла Такой длинный большой свитер Пиджак это носиба Извиняюсь вообще Он его раза два, наверное, носил Сумочка моя новая Которую на Новый год мы сказали Мне как подарок от Хилфигера Штаны из эко-кожи Очень классные Я их ношу, когда слякоть Или когда вот такая непонятная погода Дождь Я всегда их ношу Вот только в них Потому что их влажной салфеточкой протер И все И мои ботиночки В распаковке вам такие показывают Коричневые и черные И шлангбаум Шлангбаум Шлангбангу Некоторые люди, что здесь В соседнем зале сидят Нет, это не шок Забыть Это стебный старый халат Субтитры сделал DimaTorzok Я еще, знаете, вроде говорю, что я люблю именно современное искусство Но иногда попадается что-то совершенно непонятное Очень странное Какие-то Ну, экспозиции К которым, мне кажется, человек пришел Возможно, в каком-то депрессивном настроении Возможно, какое-то просто психическое расстройство было Потому что часто же говорят И вот конкретно здесь В этой, если можно сказать, галерее Это бывший завод просто Здесь тоже было очень много выставок Где показано, что художники там что-то творили Или скульпторы создавали Потому что у них просто какие-то глюки в голове были У них музыка появлялась У них скрипело что-то в голове Причем это знаменитые люди О которых мы все знаем И там в школе даже на ИЗО проходим На литературе, грубо говоря Вот, например, это Я могу сказать, что красиво, мне нравится Ну что это, грязные аквариумы и много труп? Не знаю, можно, конечно, прочитать Вот если кому интересно Ставьте на паузу Значит, он рассматривает А я просто восхищаюсь тем, как это сделано Потому что мне очень нравится в любом музее Вот именно как это построили Как это поставили Где освещение с какой стороны Как подключено питание То есть там розетки, грубо говоря Здесь вот колонка со звуком И уже много людей приходит Поэтому мы потихонечку с насибом уходим отсюда И вот место, у которого очень часто здесь делают фотографии У меня тоже есть фотографии Кстати, по-моему, в этих же штанах И в этом свитере, или в этом пиджаке Так что я не буду повторять Но вот так Очень красиво, действительно, необычно Поэтому многие, наверное, сюда ездят И греться, и фотографироваться Вон уже людей сколько находит Вот тут мы тоже как-то снимали Вопрос-ответ, видео В уголочке, где свет хороший А там дальше ресторан Субтитры сделал DimaTorzok Я приехала со своей ученицей Мне так неловко еще называть ученицей Потому что я уже, наверное, могу говорить Что мы подружки с Дашей Она просто училась у меня много раз И на консультациях, и на полноценных обучениях И что-то краткосрочное она у меня обязательно проходила Вот она в числе первых всегда была И мы настолько сблизились, настолько заобщались Что мы действительно регулярно видимся Может раз в две недели, раз в месяц Ходим на выставки, гуляем, снимаем вместе контент И мне как раз как будто не хватало такого человека Во-первых, с которым мы так же похожи Потому что ощущение, что в моем возрасте уже сложно найти подружку Ну вот как все это говорят, что либо вы там со школы вместе Либо потом уже мучаешься в жизни без друзей Хотя, может, вообще не всем нужны друзья Но мне кажется, девчонкам очень важно Вот такое свое женское комьюнити создавать Хотя бы одну подружку иметь С которой вы можете вот искренне общаться Всякие женские штучки, даже проблемы какие-то обсуждать Может там не в подробности какую-то там личную жизнь Но мне кажется, просто вот эта энергетика Она обязательно, чтобы девушка общалась с девушкой Не только там со своим молодым человеком Или там, не знаю, с родителями Поэтому я очень рада, что я Дашу нашла И что мы вот так действительно смэтчились Потому что, ну, нам хочется искренне Не ради контента там что-то поснимать вместе А действительно хочется встретиться Поболтать, обсудить что нового Мы там уже действительно какие-то подробности о семье Друг друга знаем Поэтому вот стою и я жду В парке я, как обычно, раньше приехала Погода такая хорошая Мне хочется и поснимать, и насладиться И с вами поговорить И мне вот не холодно, хотя руки уже красные Но я не ощущаю этого Уже весна, конечно, все в снегу здесь Но все равно по воздуху чувствуется, что уже тепло Уже лето близко И еще я сейчас хожу и понимаю, насколько важно гулять Даже не гулять, просто проводить время наедине с собой Как девушке, так и в принципе любому человеку Потому что важно уметь слышать себя и слушать И для этого очень хорошо помогают прогулки Или если есть возможность дома побыть наедине с собой Просто одному человеку Поэтому мне кажется, это невероятно важно И это огромное достижение в жизни Когда в первую очередь тот человек, с которым вам комфортнее всего в жизни Это вы сами Не ваш партнер, не ваша сестра Там, допустим, я знаю, девчонки, сестры очень близки А вы сами Вы должны у себя на первом месте стоять Обалдеть, я сейчас с Дашей записывала кружок Что я просто стою рядом с местом Я уже, не знаю, кругов 15 сделала Рядом с местом, это я раньше приехала, если что Чтобы там не писали ничего Рядом с местом, куда мы должны идти Я еще Даше пишу, что там перерыв Нам еще час минимум где-то надо ходить Я немножко уже подзамерзла Но в любом случае, я думаю, мы кофе зайдем попить Я перчатки надену, потому что уже снимать не буду И сейчас пойду Дашу встречу, чтобы мы побыстрее встретились И я записываю Дашу кружочек Я хочу показать вот это здание, куда мы пойдем на выставку Но из того, что в Телеграме в кружочках всегда включается сначала фронталка И я держала телефон вот так вот вниз Я увидела, что за мной радуга малюсенькая Как это называется? Обалдеть, она прям не дугой, а просто по центру Вау Я хотела тебе снять вот это место, куда мы идем И включила фронталку А там... Это что? Радуга? Представляете, мы зашли, причем заранее, не знаю, за полчаса Чтобы мы точно билеты взяли А билетов уже нет на ближайшие несколько часов Ну и мы уже стоять не будем там через три с половиной часа Ближайший сеанс, чтобы здесь полчаса походить Поэтому мы приедем просто в другой день обязательно Мне кажется, это прикольно Хотя очень маленькое место Если кто-то такое любит, я всем посоветую аптекарский огород На ботаническом саду, по-моему, где-то там находится Очень классное место, но туда нужно ехать в цветение Когда там действительно тюльпаны, розы Потому что сейчас я не представляю, что там Потому что большинство экспозиций растений там на улице А сейчас все в снегу Даша чуть не заплакала, когда увидела, что билетов нет Еще мы чуть не купили один билет Мы чуть не купили один билет Я специально делала вот эти косички под стиль растений Образ себе подобрала Ну ничего Пофоткаемся в другом месте Сюда тоже приедем потом Продолжение следует...